МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давным-давно, почти две тысячи лет назад, на территории Поволжи и Прессурьи жили люди. Какими они были? Как общались между собой? Чем занимались? Что ели? Как воспитывали детей и украшали свои жилища? Ответы на эти и множество других вопросов историки ищут в археологических раскопах. Заклепки какие-то бронзовые на ножках. Там уже мешают совки. Давай посмотрим. Здесь тоже звенят, где это вышло. Синдимеркинский могильник неподалеку от Вурнара один из уникальных памятников древней истории культуры, похожих комплексов России единицы. Научной разработки с 2012 года. Обнаружен совершенно случайно, благодаря местному краеведу, который прогуливался по склону оврага и увидел странные железные предметы. Ему помогло то, что лисия нора подняла наверх вещи, которые лежали довольно-таки глубоко. И обычный детектор не смог бы зафиксировать эти находки. И вот эта лисия нора помогла, в принципе, нам открыть уникальный памятник. И мы сразу поняли, что это уникальные вещи. И в 2012 году мы организовали в мае вместе экспедицию Чувашского государственного института гуманитарных наук. Заложили два раскопа шурфа. И выявились погребения, первые погребения. И мы отметили, что это находки первых веков нашей эры. И так началась эпопея изучения этого памятника. Здесь еще во втором тысячелетии до нашей эры было поселение Бронзового века. Следы этого поселения мы находим в виде керамики и каких-то хозяйственных ям. В середине первого тысячелетия до нашей эры здесь жили какие-то финно-угорские племена. То есть до еще могильника здесь еще существовало второе поселение. Затем, в 2-3 века был могильник древнемордовский. И в 16-м, может быть даже в 17-м веке здесь возникает кереметище, чувашское святилище на самой оконечности мыса. Я думаю, что здесь было много поселений вокруг и хоронили, видимо, из далеких расстояний даже. Мы имеем здесь рядом Шинерское городище того времени, еще не исследованное археологами. Здесь волонтерское селище того же времени, открытое в 1966 году Петром Николаевичем Старостином из Казани. И другие памятники, которые, вероятнее всего, связаны как-то с этим могильником. Они их хоронили и с далеких расстояний привозили на это место. И мы начали с мыса самого и двигаемся навстречу второму, первому своему шурфу 2012 года. Погребение интересное тем, что наши очень далекие предки, провожая человеков в мир иной, снабжали его массой необходимых и полезных предметов, которые должны были пригодиться ему в загробной жизни. Только за этот сезон археологи набрали достаточно материалов для изучения, несмотря на то, что июль оказался на редкость дождливым. Вы тоже, дорогие телезрители, не обращайте внимания, что капли постоянно барабанят по зонтам и навесам. Довольно громко, между прочим. Так, куда не капает. Ну вот это узда, то есть это, точнее, часть узды, это удила, средства управления лошадью всадника. Вот, как и современные узда, тоже кольчатые. Получается, с тех пор ничего не изменилось, да? Ну, в конструкциях были изменения, но в целом нет. В целом сохранились общие черты. И вот такие уздечные бусы украшали уже саму уздечку. Ну вот одну положу, остальные хуже сохранились. К сожалению, сохранность не очень-то хорошая. Почему? Потому что все-таки много времени прошло, и здесь очень агрессивный грунт, почва разъедает все это. Здесь стояла вода в могильнике в разные эпохи. Там прям на стенке раскопа видно, что в какие времена она стояла, прям очень много слоев со стоячей водой. И особенно на дне погребения. И вот эта вода вместе с кислородом, они уничтожали органическую часть погребения, погребенного собственного. Поэтому мы и кости почти не находим, за редкими исключениями. И железо в плохом, плохой сохранности. С одной стороны, конечно, жалко, что время и агрессивная среда привели в негодность множество исторических источников. С другой стороны, чем меньше фактов, тем больше простора для фантазии. Почему им клали это конское снаряжение? Ну, в знак того, что они были конные всадники, может. А может, некоторые считают, чтобы поймать своего небесного коня уже в загробном мире и оседлать его. Красивая такая версия. И также им клали в дар разные украшения. Вот прямо в кучке или в берестяном туиске он тоже сохранился. Это могли быть бусы, могли быть редкие импортные вещи. Например, римская застежка была здесь найдена в прошлом году. Халцедоновые бусы с Урала, янтарные бусы с Прибалтики. Сарматское зеркало из южно-русских степей. Фрагмент сохранился. У мужчин также, конечно, вот в этом году это уникально много оружия. То есть это были реальные такие воины, экипированные очень хорошо для того времени. У них были вот в этих могилах, в двух особенно погребениях этого года, у каждого меч, кинжал. Причем кинжал в красивых ножнах. Сохранилась деревянная часть ножен. Кожей была она обтянута красной, покрашенной в красный цвет. Мы нашли кусок охры в этом году, природный краситель, который как раз для этого и служил. Тоже в Роскопе. Значит, у них были копья, причем метательные, дротики, по два в каждой могиле. У одного из них был топор в ногах. Топор не как сейчас вот с проухом, а специальный топор кельт, для которого выбиралось топорище загнутое, как клюшкообразное. Значит, также стрелы. Видимо, они были в колчанах, которые не сохранились. По две, по три стрелы, может, и просто стрелы клали. То есть они владели и луком, и дротиками, и мечами, и кинжалами могли обороняться, и топорами. Разнообразные, то есть предметы вооружения и ближнего, и дальнего боя. Не помню, кто сказал, но сказал здорово. История начинается, когда уже ничего нельзя проверить. Но это вовсе не значит, что археологи от души сочиняют наше прошлое. Даже если это касается романтических историй. А тот горшочек, который в прошлом году склеивали, вы говорите, что он самый удивительный, чем? Он позднескифский. Позднескифский. Отличается от всех горшочков, которые нашли здесь. То есть остальные мордовские, а он позднескифский. То есть его лепила женщина позднескифского происхождения. Или это говорит о том, что торговые связи были? Нет, никто горшок бы не покупал такой. Значит, она была здесь, жила с ними вместе. Кто-то ее, может, захватил во время войнного похода. В общем, жена чья-то была. Причем, любимая, видимо, жена. Почему? Ну, у нее были богатые украшения. Впрочем, склеивы сюда забредали редко, очень редко. А вот кто жил здесь долгое время, так это наши ближайшие соседи. На Синдемиркинские раскопки несколько лет приезжают ученые-студенты из Саранска. И за это время нашлось немало доказательств, что территория современной Чувашии – колыбель мордовского народа. Да, именно сейчас я считаю, об этом я еще писал 10, даже больше 15 лет назад, когда этот памятник был неизвестен, что действительно колыбель мордовского народа находилась здесь, на территории Чувашского пасуя. И затем уже она в последующие столетия, в эпоху великого переселения народов, расселяется, мордовская, моршанская культура начинает развиваться, уйдя отсюда, часть мордовы, в Пензенском пасуе, то есть в Верхней Суре, а другая часть уходит на запад, в районы Арзамасского потеша, и там происходит формирование древней эрзианской культуры. Но какая-то часть мордовы остается здесь проживать, и мы ее памятники прослеживаем, ну, вплоть до VIII века включительно. Хотя неизвестны нам памятники здесь и XIV века мордовские, но вот определенный период пока не раскрыт, но это еще предстоят нам исследования. По словам мордовских коллег, источников по истории мордовского народа древнего периода, то есть зарождения самого этноса, сегодня крайне мало, поэтому каждый считается уникальным. Но даже среди них синдемиркинский могильник выделяется своей наполненностью. Казалось бы, сама история щедро отсыпала археологам столь необходимые артефакты. В первую очередь, конечно, мне хотелось бы подчеркнуть наличие здесь самых ранних форм головных уборов женщин, которые нам иллюстрируют развитие как раз культуры, потому что в основном мужской костюм, вооружение и так далее, они во многом интернациональны. А вот именно женский костюм, он отражает все этапы развития этого самобытного украшения. И здесь как раз найдены такие подвески, такие головные украшения, которые формируют наше представление о формировании мордовского костюма. Дело в том, что многие элементы мордовского костюма, так и, как, например, височные привески, они прослеживаются перманентно вплоть до 14-15 века, начиная с первых веков нашей эры. Этим вот интересны эти комплексы. Ну и, конечно же, интересно, в этом году найдены мужские погребения. Это впервые они найдены здесь за время исследования этого памятника. Весь комплекс мужских погребений. Нынешний сезон тоже оказался удачным. Археологическая коллекция пополнилась очень интересными находками. Удалось даже обнаружить на гайку, украшенную бронзовой фурнитурой. Кстати, именно бронза в таких случаях пополняет роль консерватора. Там, где она соприкасается с органическими материалами, сохраняются их фрагменты. Если исходить из количества украшений, может показаться, что наши далекие предки были большими модниками. Но нет, с их помощью они обменивались невербальной информацией. Это вот, например, пряжки. Причем ремню вообще придавалось особое значение, особенно в воинской культуре. Поскольку ремень он заменял, можно сказать, погоны в то время. То есть он показывал статус, можно сказать, воинское звание, воинскую доблесть погребенного. Кроме самой пряжки, часто ремни сопровождались наконечниками. Вот это было на конце ремня. То есть они не просто кусок, конец кожи, полоску кожи вставляли в эту пряжку, а еще и на конце были вот такие бронзовые штуки. И иногда еще накладки бронзовые у них были на ремне. В некоторых культурах вообще весь ремень был покрыт подобными накладками. А вот у этих людей еще и свисали кисти с ремней, где-то по бокам или даже с концов. А на конце этих кистей могли быть вот такие сапожковидные подвески. Считается, что прототипом их были соединенные клыки медведя. И в более ранних памятниках находили подобные клыки, обернутые фольгой. Именно клыки. А потом их стали отливать бронзе, уже как бы изображая клыки. Завершая работу в этом сезоне, археологи специально оставили последнее захоронение нерасчищенным. Такая у нас была договоренность, чтобы вы увидели все своими глазами. Между тем дождь все лил и лил, так что пришлось уродить шалаш из пленки. Вот мы видим его контуры прослеживаются. Коля, где лукаять примерно кончалось? Ну вот. Благодаря техническим возможностям телевидения мы максимально сократим процесс. Однако в реальном времени он занял около двух часов. И вот, наконец, финал. Вскрытое захоронение мужчины, который жил примерно 1800 лет назад. Это последнее в нынешнем сезоне раскоп. На следующий год археологи планируют вернуться к работе в этой местности. Если, конечно, ничего не случится. Об этом не хочется говорить. Но страсть к копательству хватило сегодня большое количество людей. Ущерб, причиняемый науке черными археологами, нельзя недооценивать. Очень большая проблема. Вот мы составили археологическую карту Чуваши. Мы очень долго, в общем-то, не издавали эту книгу, боясь, что воспользуются черные археологи. Но черные владеют такой информацией, которой иногда не владеем и мы. Они открывают новые памятники даже, уникальные памятники. К сожалению, многие вещи уходят из республики, может, даже из страны. Это уникальные вещи. Вот того же 2-3 веков и политообразные затяжки нашли. Открыли новые городища, мы знаем, в Цивильском районе. Но не можем установить, в каком конкретном месте. Ну, хорошо, что находки как-то они передали нам через вторые руки, скажем. Такие случаи у нас бывают. Но массовое, вот такое, во всех районах идет грабеж археологических памятников, даже неизвестных нам еще. Уникальные. Ананинские погребения, видимо, есть какие-то. Клады находят черные археологи. И они недоступны для науки, остаются. То есть это, конечно, большой ущерб и для народа, и для государства. Изымание находок – это не раскопки. То есть просто вещи, собранные, не дают информации. Они должны быть исследованы в ходе археологических раскопок. Это более ценно, чем просто сбор какого-то материала. Хотя и ценного, может быть, намного, чем в археологических раскопках, мы находим. Но это не наука. Это не наука. Это не исследование, а просто коллекционирование какое-то и сбор материала. Пока же ученым предстоит изучить и проанализировать собранные материалы. А это процесс небыстрый. Здесь хотя бы нашумевшую историю с останками прабабушки первого русского царя из династии Романовых. По преданию, опальная бояриня Мария Шестова была сослана в Чебоксары Борисом Годуновым. Здесь ее поселили в отдельной келье Никольского монастыря, где она и скончалась. Долгое время могила находилась в склепе Никольского собора. В 2013 году решено было подтвердить этот факт или опровергнуть. Летом на месте бывшего собора в сквере Константина Иванова на одноименной улице начались раскопки. Место погребения Марии Шестовой обнаружили и на старых планах монастыря. Сто лет назад усыпальница уже была обследована специалистами. В начале 20 века здесь тоже проводили раскопки. И, согласно документам, останки бабушки царя были завернуты в чистую бумагу и положены обратно в склеп. Эта территория превратилась в место паломничества. Но в 1936 году храм был снесен, могила утеряна. Судя по планам, алтарная часть находилась в одном помещении с усыпальницей. Сначала это были только предположения, но археологи и краеведы составили точную схему этого места. Это кости. Вот это длинная кость. Это, возможно, бедренная. А может быть... Ну, судя по размеру, бедренная. Вот начало, конец. Это все было завалено камнями. Вот позвонки. Вот ребра. В конце сентября в раскопе обнаружили бетонный саркофаг, и именно под ним оказалась могила. Тогда специалисты не делали выводов. Только уточнили, что останки не тронуты. А форма черепа подсказывает, здесь захоронена женщина. Кто она? Окончательный ответ на этот вопрос не получен и сегодня. Мы подключили к работе очень профессиональную команду антропологов из Института этнологии, антропологии, Академии наук. Они в свое время работали и с княжнами, похороненными в московском Кремле, и входили в команду, работавшими с останками императора Николая II. Они провели первые исследования антропометрические, то есть они промерили останки костные. Пришли к выводу, что по многим показателям они имеют сходство с теми останками, которые были обнаружены в свое время в московском Кремле. И делают предварительные выводы о близкой родственной связи, в том числе с Татьяной Романовой. Но, конечно же, без проведения ДНК-исследований окончательную точку в этом вопросе поставить нельзя. И сегодня мы останки передали Москву с тем, чтобы, когда появится такая возможность, были проведены ДНК-исследования. Для того, чтобы провести анализ, нам нужно взять образцы для сравнения. И нам нужно получить разрешение для того, чтобы взять их. Вот, это первый момент. Ну и финансовый. Историки и археологи надеются, что продолжится не только исследование останков Марии Шестовой, но и раскопки в этой части города. 2013 год затронул лишь малую часть территории, которую просто необходимо обследовать. Между тем, сегодня даже невооруженным глазом видно, что от этого места в сторону Волги тянется довольно ровная полоса просевшего грунта. Кто знает, может, это и есть один из подземных ходов, о которых ходит так много легенд. Редактор субтитров А.Семкин